Храму митрополита Алексия в Середнякове более 300 лет. В отличие от многих, это старинное здание с самого начала было каменным. Его богатая история привлекает сюда сотни православных верующих. Здесь находится иконостас предела в честь великомученицы Параскевы, выполненной искусными мастерами-краснодеревщиками. Для химчан в храме организовали познавательную экскурсию. Это самая древняя часть храма, вот этот четверик. На месте вот этой люстры когда-то был вход в храм, который был построен здесь в 1693 году, в то время, когда у нас здесь на Руси правил юный Петр Великий, патриарх Адриан подписал храмозданную грамоту, в ответ на прошение, с которым обратился местный помещик к нему, князь Иван Егупов-Черкасский. И была подписана грамота на строительство двухэтажного храма. Небольшую одноглавую церковку сложили из кирпича. Стены разделили пилястрами, над карнизами устроили расписные фронтоны. Спустя век церковь сильно обветшала. В 1777 году владелец округи Всеволод Всеволожский получил разрешение и в течение пяти лет перестроил церковь в стиле классицизма. В таком виде с некоторыми добавлениями церковь и сохранилась до нашего времени. Наталья, расскажите, пожалуйста, если в общем, в чем уникальность этого храма? Каждый храм по-своему уникален. Наш храм здесь, на этом месте, находится более 300 лет. Он никогда не закрывался, не разорялся. Здесь служили замечательные люди, истории которых мы храним. И сами тоже о них молимся. Здесь молились наши предки, родители, прабабушки, прадедушки, бабушки, дедушки. И этим он для нас дорог и ценен. Наталья, а можно еще несколько слов о краснодеревщиках? Вы сегодня нам показывали, там несколько киотов. Мастера-краснодеревщики жили здесь, в окрестных деревнях. Кустарное производство развивалось бурно в XIX веке. Первые мастера были завезены сюда еще сенатором Всеволожским. И в XIX веке это производство набрало большие обороты. Было много кустарей, мебель совершенствовалась. Было художественное училище для мастеров-краснодеревщиков. И образцы их ремесла, их творчества мы можем видеть здесь. Наталья, Вы упомянули, что история храма связана с личностью Михаила Юрьевича Лермонтова. Как именно? Юный Михаил Лермонтов посещал имение Середнякова, когда учился в Москве. Четыре лет он здесь гостил вместе со своей бабушкой у родственников. И, конечно, по традиции того времени регулярно посещал храм. Об этом можно почитать и у Татьяны Ивановой, четыре лета Середнякова, и другие биографические данные посмотреть. Краевед Наталья Берегой показала участникам экскурсии территорию около храма, связанную с Михаилом Лермонтовым. Он очень любил уединяться, и, как мы сейчас сказали, медитировать на кладбище, предаваться размышлениям, наблюдая старинные захоронения. До недавнего времени за алтарем храма был такой вяз, дуплистый. Ну, по преданию, там любил как раз сидеть Лермонтов в этом дупле. Экскурсия, полная исторических фактов, не оставила никого из гостей равнодушными. Я обычно хожу сюда как прихожанка, а сегодня я пришла как раз с тем, чтобы послушать историю этого храма, потому что я сюда хожу, мне так интересно, и мне некого спросить, что это за иконы, что это вообще, зачем тут, почему так, почему эти иконы. Вот, правда, сегодня я тоже много чего узнала. В рамках проекта «Мы первые» по городскому кругу Химки. Мы периодически организовываем, проводим такие мероприятия, в рамках которых интересные люди, узнаем интересные события, посещаем интересные места. Экскурсия потрясающая. Мы узнали о богатой истории как самого храма, так же и становлении ближайших населенных пунктов. В наши дни старинное внутреннее убранство церкви Алексия Митрополита хорошо сохранилось. Стены по-прежнему украшают роспись конца 19 века. Здесь обязательно стоит побывать, чтобы прикоснуться к истории и богатой православной культуре. Елена Тараненко, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ. Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.